Родные сестры Екатерина Абрамова и Анна Бирюкова – ветераны Великой Отечественной войны и труда. Женщины, мягко говоря, солидного возраста, живут вместе в селе Стенькино в старом бараке. Младшая Анна Григорьевна чем может помогать старшей Катерине? Родственников у них мало, помогает им только сноха бабы Ани. Бабушки живут в ужасных, непригодных, ни для чего условиях. В селе Стенькино за стариками вообще присматривать не принято. Окна вываливаются, печка того и гляди рухнет в подпол. На кухне хозяйничают крысы, засов на двери лишь хлипкий крючок. А про удобство вообще говорить нечего. Бабушки ходят по старинке в ведерко. Только вот вылить его содержимое некуда. Окна все рассыпались, крыша вся худая. С потолка вон, не смотри, течет. И все разваливается. Стану ее мыть в корыте мою. Понесла, не могу говорить, понесла в воду. Целое ведро воды на улицу. И упала прям в стенку ловой. И в таких условиях проживают все обитатели барака. Из документов на жилье лишь грибок на потолке от постоянной текущей крыши. На это жилье не дали никаких, у меня никаких документов нет. То есть живете на птичьих правах? Живу на птичьих правах. Значит, документы собрался по приватизации. Они говорят, а у нас там вот такого. Вот я могу показать документы, в которых отражено. Ехайте в архив. В районной администрации даже не скрывают, что за пенсионерами никто и не думал присматривать. Мол, и так выборы скоро, чего уж дергаться. Я этот вопрос говорила, у нас был депутат Батлинкин Федор Петрович, который по улице Стенкинской. Я ему сказала, Федор Петрович, давайте займитесь пенсионерами. Ездите в соцзащиту, какие льготы, пройдите по всем, кому что нужно и тому подобное. А он вам что сказал? Екатерина и Анна когда-то были молодыми, сильными женщинами. Они воевали, проливали кровь, теряли родных и любимых за ту родину, в которой доживают свои деньки. А родина в благодарность обеспечила их пенсии, которая целиком уходит на лекарства. Мелкие чиновники, получив крошечную капельку власти, распорядились так, чтобы она работала на них и только на них. И от безысходности остается лишь пожелать так называемым слугам народа, такой же несчастливой старости, чтобы они ощутили на себе нищету, холод, голод и отсутствие туалета. Субтитры создавал DimaTorzok